В Горьковском районе прошли общесибирские учения волонтеров-поисковиков по розыску пропавших детей. Большой спектр сложных заданий. По одной из легенд, человек ушел в лес и заблудился в районе со сложным ландшафтом. В поисковой команде более ста волонтеров из нескольких регионов – Красноярского края, Республики Хакасия, Омской, Новосибирской, Иркутской областей. Спасатели разделились на три группы, двинулись цепью с разных направлений. Костяк одного из подразделений составили омичи – волонтеры-поисковики из отряда «Доброспас». За 10 лет 70% людей были найдены живыми. Очень яркие есть примеры. И пожилого человека мы находили в тяжелом состоянии, но он в итоге выжил. И также пример, когда Коля пропал в архотах в лесах Муромсова, была огромная спецоперация. Территорию поиска поделили на квадраты. Руководили спасательной операцией профессионалы – сотрудники Российского университета спецназа и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Учения проходят в рамках проекта, который называется «Учебный центр найти ребенка», который стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Проводили данные учения в четырех федеральных округах. Сейчас у нас проходит в Сибирском федеральном округе в рамках, как организовать группу, что нужно с собой взять, картография, связь, как поддерживать, организационная структура, как у поисковых отрядов устроена, тактика специальная подготовка. Район поиска сжимался. Специфика местности усложнилась. В воздух подняли специальную технику – квадрокоптеры – и обнаружили пропавшего мужчину. По сценарию он оступился на пологом склоне и повредил ногу. Ключевая часть операции пострадавшему выдвинула специальная группа. Волонтеры должны оказать первую медицинскую помощь и транспортировать пострадавшего. Получили колоссальный опыт. То есть это вообще ни с чем не сравнится. Например, по медицине. Очень большой плюс по медицине мы получили. Были ночные поиски тоже, то есть с медициной связанные. Мы везде выходили. То есть у нас были прям масштабные учения, можно сказать. На финише – подведение итогов. Сначала разбор профессиональных тонкостей, следом торжественное построение на базе отдыха «Альпийская деревня». Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц вручил добровольцам сертификаты об успешном прохождении обучения. Здесь собрались ребята из многих регионов нашего федерального округа для того, чтобы показать тот уровень подготовки, который у них есть, и приобрести те знания, которые, наверное, необходимы для того, чтобы помощь спасательную, различные навыки показывать более профессионально, более правильно. И не случайно здесь именно инструкторы, люди с федерального университета спецназа – это дорогого стоит. Новый опыт будет передаваться другим волонтерам. Число желающих помогать людям быстро растет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова